Турбомотор, богатое оснащение и немецкая сборка, что может противопоставить кроссовер Opel своим одноклассникам в одном из самых популярных сегментов в России. Как вы его притащили в Россию, во сколько он обошелся и, самое главное, где его обслуживать? С удивлением спрашивает водитель Kia Sportage, рассматривая незнакомый кроссовер, происхождение которого, впрочем, выдает хорошо знакомая молния на радиаторной решетке. В общем у нас далеко не все даже знают, что Opel вернулся в Россию после почти пятилетнего отсутствия. За это время многое изменилось. Россию успели покинуть несколько крупных автомобильных брендов, включая Ford и Datsun, цены на новые машины выросли почти в полтора раза, а кроссоверы стали популярнее хэтчбеков и седанов. В то же время Opel успел расстаться с концерном General Motors, решившим уйти из Европы и избавиться от активов в компании, которыми американцы владели аж с 1929 года. Оставшиеся без покровителя бренд взяли под опеку S.A. Peugeot и Citroёn, которые отдали за контроль над немцами 1,3 миллиарда евро. Это хорошо знакомый Opel. Снаружи и внутри Opel Grandland X внешне получился куда более тривиальным по сравнению со своим платформенным «донором». Немцы словно приземлили кроссовер, избавившись от космического французского футуризма, на смену которому пришли так хорошо знакомые фирменные черты. Нет, кроссовер ни в коем случае нельзя обозвать помолодевшей «Антарой». Но преемственность эпохи GM прослеживается безошибочно. Внутри автомобиля тоже ничего не напоминает о родстве с Peugeot 3008. У интерьера немецкого кроссовера с салоном французского автомобиля столько же общего, сколько у Брёца Йоли с круассаном. От 3008 осталось разве что кнопка запуска двигателя и некоторые индикаторы. Скошенный снизу и сверху штурвал заменили рулевым колесом в стиле предыдущих моделей Opel, а вместо необычного джойстика-селектора коробки установили стандартный черный рычаг. Французская инновационная виртуальная приборная панель растворилась в небольших традиционных колодцах с белой подсветкой, так что тем кто знаком с автомобилями вроде Insignia или Moco, гарантировано легкое дежавю. Но вместе с тем салон автомобиля выглядит очень цельно и эргономично. По центру расположился 8-дюймовый сенсорный дисплей довольно шустрого и понятного медиакомплекса, который не отсвечивает, а также практически не оставляет на себе отпечатков и разводов после прикосновений. Еще один плюс, удобные передние анатомические кресла с 16 вариантами настроек, функцией памяти, регулируемым поясничным упором и изменяемой по длине подушки сидения. Комфортно должно быть и двум задним пассажирам, люди ростом выше среднего не придется упираться коленями в подбородок. Третьему все же нужно будет сутулиться, однако и он тут не должен стать лишним, посередине предусмотрен еще один подголовник. Объем багажника составляет 514 литров, а при сложенном заднем диване максимальное полезное пространство вырастает до 1652 литров. Это средний показатель по классу больше, чем например у Kia Sportage и Hyundai Tucson, но меньше, чем у Volkswagen Tiguan и Toyota RAV4. Турбомотор, французские внутренности и передний привод в Европе Opel Grandland X доступен с несколькими бензиновым и дизельными двигателями мощностью от 130 до 180 литров. А на вершине линейки стоит трехсотсильный гибрид с восьмиступенчатым «автоматом». Но нас оставили без выбора, в России кроссовер предлагают с безальтернативной 1,6-литровой турбочетверкой, выдающей 150 литров, и 240 мм крутящего момента, которая работает вместе с шестиступенчатой автоматической коробкой i7. Кажется, немцы избрали оптимальный для нашего рынка мотор, который укладывается в бюджетные рамки транспортного налога, но в то же время обладает приличной тягой в широком диапазоне. И он куда резвее двухлитровых атмосферников сопоставимой мощности. При старте с места в заявленных 9,5 сек, до сотни, не возникает никаких сомнений, а обгоны на трассе даются легко, без намека на надрыв и излишний шум в салоне. Вот версии с полным приводом у Opel Grandland X нет, французская, тележка, не предусматривает подобной схемы. Правда, у модели есть трехсоцельная гибридная модификация с четырьмя ведущими колесами, где заднюю ось подключает электромотор, однако перспективы появления такой версии в России пока практически на нулевой фазе. Впрочем, в езде по бездорожью помогает система IntelliGrip, аналог французской технологии Grip Control, знакомой нам по современным кроссоверам Peugeot и Citroen. Электроника адаптирует алгоритмы работы ABS и системы стабилизации под конкретный тип покрытия. Всего предусмотрено пять режимов езды, стандартный, снег, грязь, песок, и эсов. В дебри, конечно, не залезешь, но поиграться с настройками на разухабистом проселке – одно удовольствие. Он дороже многих конкурентов, но очень хорошо укомплектован. Цены на Opel Grandland X стартуют с отметки 1 999 000 рублей, версия Enjoy. За эти деньги покупатель получит хорошо укомплектованный автомобиль с шестью подушками безопасности, круиз-контролем, задним парктроником, фонарями с LED-элементами, кондиционером, подогревом всех сидений, руля и лобового стекла, а также с медиасистемой с 8-дюймовым дисплеем. У более дорогих версий уже будут полностью светодиодные адаптивные фары проекционного типа, камера заднего вида, система кругового обзора, функции распознавания дорожных знаков, система Intelligrip, автоматический парковщик, задние двери на электроприводе, а также панорамная крыша и кожаный салон. Еще одну ставку компания делает на качественную немецкую сборку – Opel Grandland X везут в Россию из Эзенаха, тогда как большинство прямых конкурентов собирают в Калининграде, Калуге или Санкт-Петербурге. Базовый Opel Grandland X стоит почти на 400 тысяч рублей дороже Kia Sportage и Hyundai Tucson с передним приводом и автоматом, но в то же время сопоставим по цене со 150-сильными версиями Volkswagen Tiguan и Toyota RAV4, оснащенными, роботом, и вариатором соответственно. Opel прекрасно понимают, что им придется существовать в условиях тяжелейшей конкуренции на рынке, который будет лихорадить, судя по всему, еще долго. Представитель компании по секрету рассказал, что по итогам года российский офис Opel надеется отчитаться от трех-четырех сотнях реализованных кроссоверов. Честный, хотя и очень скромный прогноз для бренда, продажи машин которого перед уходом из России исчислялись десятками тысяч. Ставьте лайки, подписывайтесь и пишите ваше мнение в комментариях.